За что убили Васю Бриллианта? Почему возникла версия, что его в 1985 убили? Во-первых, он сам об этом предупреждал. Во-вторых, он был бельмом на глазу других воров, которые уже перестали соблюдать свой кодекс. Новые русские воры жаждали материальных благ, и Вас им мешал. Еще в 1979 году во время знаменитой всесоюзной воровской сходки в Кисловодске был оформлен союз между ворами в законе и цеховиками, подпольными предпринимателями, которые обязались выплачивать для преступного сообщества 10% от своих доходов. Но криминальный союз стал только расширяться. В 1982 году в Тбилиси состоялась еще одна очень важная сходка, на которую воры в законе собрались, чтобы обсудить, будут ли они внедряться во власть. Особенно этого хотели грузины. Надо пояснить, почему возникла такая идея. Коррупция охватывала государственные органы все более и более. Спустя несколько лет в 1984-м, этот вопрос был поднят снова. Против выступил Вассо Бриллиант. Он отстаивал положение воровского закона, согласно которому никакого сотрудничества с властями быть не должно. Против позиции Бриллианта выступили грузинские воры. Но определенного решения по этому вопросу не было принято. Вскоре один из известнейших воров в законе грузинской национальности Джаба и Асюляни стал одним из ближайших помощников будущего президента Грузии Эдуарда Шеварднадзе, а впоследствии этот вор в законе стал и министром обороны независимой Грузии. Ясно, что новое мышление, термин Михаила Горбачева, побеждало и в воровском мире. В-третьих, говорят, что Васю могли убить чеченские бандиты, так как он все время выступал против коронации известных чеченских авторитетов. Так или иначе, но свой след в истории блатного мира он оставил. Бабушкин Василий Степанович родился в 1928 году. Быстро загремел на зону за воровство. Проявил недюжинные умы дипломатические способности за решеткой. Был коронован в 1954 году на воровской сходке. Когда вовсю еще шли сучьи войны, он убил трех сучиных воров. После этого его авторитет стал вообще незыблемым. Сохранилась одна его дословная цитата. Ее записал один из сотрудников Белого Лебедя. Продолжение следует...